Ага, окей. Так, включаем запись. Сейчас, полсекунды. А, да, все, включил. Окей, Садыргамон, сейчас я перейду сюда. Так, нормально. Запись идет, правильно? Полсекунды, да, идет. Окей, ну хорошо. Итак, значит, какая идея наших занятий? Озвучиваю. Идея наших занятий. Вот я достаточно случайно вышел на такой замечательный листок, ну это даже как бы некоторый журнальчик такой, там довольно много страниц, порядка 20, АЛОН называется на иврите, вот, который выпускается каждую неделю, вот, распространяется, не знаю, синагоги сейчас более-менее закрыты, но я подписался к ним, поэтому, и вообще есть линк, я могу как бы потом дать, и можно просто скачивать. Значит, в чем, я в прошлый раз говорил, ну как бы, говорю, в чем, на мой взгляд, важность этого листка? Ну вот как бы его подбор и общая тематика, в моих глазах, она очень важна. Почему? Я скажу некоторые вещи, чтобы было понятно. Я, естественно, не какой-то, не вообще даже не мудрец, это вообще, и даже как бы не знаток Тор, это вообще все далеко-далеко-далеко-далеко. Я максимум как бы, ну вот, обладаю, значит, каким-то ивритом, вот, живу в Израиле, как бы, полной жизнью, скажем так, то есть, как бы, понимаешь, что здесь происходит, или хочу понять, что здесь происходит, читаю новости туда-сюда, вот, и, соответственно, как бы соблюдаю заповеди. Мне кажется, как бы, вот, у них есть некоторый вопрос, который меня все время, не то что мучает, но он все время у меня перед глазами, а именно этот вопрос. Даже Рав Шерке, я помню, когда год назад, значит, хотели делать некоторый кампейн по сбору денег и все, и вот, помню, долго обсуждался вопрос, брали у Рава интервью, вот, как он определяет, как бы, вообще, главную задачу, вот, чем он отличается от остальных, что является главным. Я запомнил такую фразу, которую он сказал, и она имеет отношение к тому, чем мы будем сегодня заниматься, да, он сказал такую фразу, релевантность Торы, сказал, что он занимается тем, чтобы сделать Тору релевантной, а это, как бы, снигает, как бы, как бы, такая фраза, да, ну, вот, по-русски, я не знаю, она релевантная, но тоже, по-моему, такой же, как и на иврите, значит, релевантная. Релевантная для человека, который религиозный, правильно, ну, как бы, есть заповедь Тору, люди приходят в синагогу, минимум, да, раз в неделю, ну, сейчас, может быть, как бы, какие-то ограничения, но, тем не менее, приходят в синагогу, и вот, как бы, там, каждую неделю читают, как бы, читают недельный раздел, у тебя, человек, как бы, еще попутно, как бы, занимается. Ну, мне кажется, как бы, главный, как бы, очень большой вопрос, это сделать так, чтобы люди, которые нерелигиозные, в том плане, что у них нет заповеди, они не спрашивают себе, надо или не надо, они просто делают, потому что они либо привыкли, либо, как бы, привыкли, потому что есть такая заповедь. И зачастую, как бы, в глазах многих людей, ну, скажем так, справедливо, да, истории Тора, рассказы Тора или то, что написано в Торе, да, это кажется нерелевантно. Нерелевантно, нерелевантно в том плане, что это, ну, это объясняет что-то, это может быть на уровне, либо какой-то, как бы, ну, в кавычках, пикантерии, перешли здесь, а почему не перешли, не так, а он сделал так, а почему он сделал не так, есть комментарии, еще комментарии, есть букет комментариев. И это все похоже на какой-то, я не знаю, может, через бро буду говорить, но я, как бы, не фильтрую то, что называется, зачастую похоже на такой КВН, викторину, а вот знаете ли вы, что вот еще вот, а можно еще вот так объяснить, а почему там уже вот превратился так, а почему перешли сюда, а почему было столько казни, а можно по-другому почитать. Это имеет очень маленький отсвет на то, что происходит каждый день, поэтому, к сожалению, для очень многих людей, в Израиле в том числе, это нерелевантно, они этим не занимаются, почему, потому что они видят в этом, какое есть, как бы, конкретное применение, либо отсвет того, что происходит в следующий момент. Мне кажется, что попытка, то, что мы чем сегодня будем заниматься, это как раз ответ на этот вопрос. И видно, что люди, которые пишут здесь вот эти статьи или замечания, да, это не просто что-то, а это люди этим занимаются, это в этом их, как бы, в этом их жизнь, в этом их направление, и поэтому, мне кажется, это очень-очень-очень важно, даже если какие-то вещи, они могут нам показаться, как бы, тривиальными или не такими интересными, и это не какое-то интересное объяснение, которое мы до сих пор не знали, мне кажется, сам подход, он чрезвычайно важен именно для того, чтобы сделать тору, для того, чтобы сделать недельный раздел, для лиман, для того, чтобы происходит. Окей, все, это вот, это такое вступление. И дальше, я был бы, как и все, как бы, люди, которые проводят занятия, а я тем более, да, я бы очень хотел, чтобы у нас был бы какой-то вид, скажем, такого диалога, обсуждения, и вообще это обсуждение, да, чтобы вы задавали вопрос, чтобы мы вместе обсуждали и все. Я только некоторый инструмент, который, как бы, доносит для тех, кто не владеет ивритом, ну, может быть, не очень понимает ситуацию в Израиле, вот, донести то, что здесь написано. Все остальное, это наше общее обсуждение. Окей? Хорошо. После такого, как бы, вступления, кто-то хочет что-то добавить, что-то, кого-то есть что-то сказать на тему вступления, либо мы продолжаем дальше. Да, вот у хаббатники говорят такой афоризм, да, жить надо в ногу со временем. Это, так сказал Альтер Эбби, и комментарий такой, что нужно читать недельную главу, и в этом, как бы, аспекте вопросов, поднимаемых там, мыслить. По-моему, как раз вот авторы этого еженедельника живут в ногу со временем в этом понимании. Окей, окей. Я тоже хотел бы эту тему добавить, как раз Андрей в живу сказал, вместо слова релевантно, и, может быть, использовать слово актуальное. Ну да, ну, понимаешь, ну, как-то говорить про текст, мы подразумеваем, что он актуальный все время. Он, как бы, в том смысле, что он вечный. И, в итоге, у него нет дна. Это некоторый специфический текст, у которого нет дна, и в этом смысле, в этом смысле. Он, как бы, актуален. Вот, мне кажется, слово релевантно, а именно, можешь ли тысяч человеком на улице взять его за пуговицу и сказать ему, послушай, а вот ты знаешь, была там демонстрация, а вот ты знаешь, что есть какие-то ограничения. А вот ты знаешь, интересно, а как вообще наши традиции к этому относились, понимаешь? Вот мне кажется, вот в этом аспекте... Я тебя понимаю, но, в принципе, это игра слов. На самом деле, если с человеком ты на улице говоришь, для него это не актуально сегодня, допустим, понимаешь? А ты говоришь, что это всегда актуально. Мы сделаем это актуально. А мы сделаем это актуально. Вот я... Я поэтому и говорю, что... Ну, не знаю. Это так, как бы, пожелание. Не знаю. Окей. Хорошо. Давай тогда будем нырять внутрь статей, да, и посмотрим, что будет. Значит, первая статья это Рафа Юваль Шарлон. Так, по-моему, да, это вот то, что здесь написано. Он начальник, начальник властной, слово директор, тоже не знаю. Роша. Глава Ешивы. Что, что? Что? Глава Ешивы. Ну, глава, да, наверное, глава Ешивы, урод Шауль в Тель-Авиве. И заведует ТХУМ отделом, да, этики и Рыбанэй ЦОР. Мы уже говорили, что такой Рыбанэй ЦОР – это некоторое специальное создание, соединение, организация равинов, в которых очень специфическое направление. Это, грубо говоря, это вязаные гипы, это актуально, это связь с торой жизнью. Так вот, на одной ноге. Их идея – это находить, как я понимаю, некоторые практические решения тех сложных вопросов, которые возникают в обществе на основании, как бы, торой. Окей? То есть не отгораживание, а наоборот стараться применить то, что написано в торе закона, к современному обществу. Да? Окей. Значит, идем мы и начинаем, да? Статья эта называется, есть известное, да, как бы, правило, закон, который называется «Али Альбин Пнехавиро Берабин», да, который, ну, как бы, по-русски переводится, типа того, что нельзя обижать, оскорблять, наносить какой-то моральный ущерб человеку прилюдно. Да, да. Ну, опять, Юрий тоже интересный «Альбин», да, идея сказала, что, чтобы, неся дело так, чтобы человек побледнел, побледнел, по-видимому, от той обиды, да, вот, естественно, не покрасил, а именно побледнел. Побледнел от той обиды, которую ему наносят другой словами, как бы, в обществе, да, имеется в виду не физический ущерб, а именно вот такой. Значит, понятно, что большинство статей в этот раз и, по-видимому, и в следующий недельный раздел, они так или иначе связаны с той сложной ситуацией короны, в которых находится наше общество и пытаются посмотреть вот на какие-то отдельные аспекты недельного раздела по отношению к этому, да. Ну вот, он начинает говорить, что очень много всяких, очень много аспектов этических, моральных возникают на фоне того кризиса в корону, в котором мы сейчас все поживаем. И один из самых главных, как бы, проблемы, которые мы сталкиваемся внутри вот эпидемии короны, это соотношение между яхидом, яхид это пра, то есть индивидуумом, и между обществом. Понятно, что когда ситуация другая, когда нету вот ситуации, которая сложилась при коронавирусе, да, все, что связано со здоровьем и индивидуума, это его собственное дело, это его идеальное дело. И хотя существуют очень, как бы, четко разграниченные правила, каким образом, что нельзя и что можно по отношению к человеку, да, В основном, в основном, эти вопросы, они связаны между отношениями между человеком и Богом, а то, что связано с человеком и между человеком, Эти вопросы, они в основном регулируются, да, в основном они связаны с индивидуальным принятием решения. Какой пример? Пример, например, как человек тебя должен вести, да, например, если он заболел, должен ли он появляться на людях и как бы дальше. А с другой стороны, когда мы занимаемся проблемами, связанными с вот эпидемией короны, тогда вот эти вот решения, они не касаются только его, а они уже имеют, как бы, результат по отношению к тем, кто его окружает. И даже такие самые простые вещи, которые, как, например, одевание масок, да, или, например, человеку, которым должен находиться в карантине, встреча с пожилыми родителями, и до каких-то общих вопросов, связанных с гиеной и так дальше, да. На это все получается, что индивидуальное поведение человека, оно очень сильно связано с тем, как это влияет на окружающих, на общество. Мы знаем, что одним из этических положений Аллахи, которые наиболее, как бы, выпуклые, показательные, это сказано авторами Тософор. И дальше вот есть такая фраза, сейчас мы ее переведем, да. Ванирами Канлы, Дагдек, Дейотер, Ешла Атам, и сказано так. И похоже, что человек должен больше заботиться о том, какой незак, то есть, какой вред он может причинить другим, чем тот вред, который он должен принести самому себе, да. То есть, вред, который человек может принести обществу, в глазах человека должно быть более важным, как бы, ценностью или более важным по значению, чем тот вред, который он может принести самому себе. Здесь сказано, указано, откуда это, с трактата Баба Кам, да. То есть, как будто наша обязанность не заражать других, она должна быть больше, чем наша собственная ответственность не заразится самим себя. И, исходя из этого, вот такая положение, установка, она накладывает на всех нас, как бы, ответственность высшего порядка. И мы, как бы, получаемся призваны с точки зрения Аллахи, не только заботиться о своем собственном здоровье, но в гораздо большей степени мы даже заботимся о здоровье остальных. И он дальше пишет, что это одна из аллахических основ, аллахических и этических, по которой можно основать, почему человек должен одевать вот эту геническую маску. Потому что ее главная, как бы, главная идея вот этой одевания этой маски заключается в том, чтобы не заразить остальным. больше, чем не заразиться другому. Да? И он говорит, пишет так же, точно так же, как в отношении других этических тем, вот эта обязанность, она, как бы, порождает сложные и вопросы сложные и требующие какого-то разрешения. например, каким образом общество должно реагировать в отношении того, который не соблюдает эти правила, который их нарушает. И таким образом он подвергает опасности окружающим. И дальше, для того, чтобы было более-менее понятно, это моя сейчас вставка, я говорю, эти слова говорятся не просто так. Да, вот, пока мы тут собирались, да, мы с Гришей, как бы, обсуждали, и с Матаном. Я ему говорил, что вот я сегодня, о чем вопрос? Вопрос о том, что с одной стороны в демократическом обществе, одно из, как бы, видимо, одно из главных правил поведения, или устоя, это или свобода, это свобода воли изъявления, свобода демонстрации, и так дальше. Сейчас совершенно, как бы, явно, что эти демонстрации, они проходят в ситуации, которые вне, вне тех законов ограничений, которые накладывает, как бы, коронавирус и эпидемия, с этим связанным. Очень большой в Израиле, и в других странах тоже, да. Только что сейчас запечатку заметила. Ты читаешь, ничего не говоришь. Я не знаю, я выключил кого-то, мне показалось, что это просто так. Если это не так, тогда включите микрофон. Мне казалось, что это просто помехи. Да, поэтому в Израиле, и я думаю, что в других странах тоже, наверное, не знаю, как в России, да, это очень обсуждаемый вопрос. Поскольку в Израиле все очень сильно политизировано, и все время есть, как бы, силы, которые пытаются воздействовать против существующего, я не хочу сказать, режима против существующего правительства, против выбранного главы правительства. Все время организуется демонстрация. Это вопрос на повестке дня. Полиция достаточно жестко их разгоняет. Соответственно, тут же начинается вопрос о том, что это не демократично, что это неправильно. Да, и вот я с ним слушал некоторого адвоката, который представлял этих демонстрантов, который говорил, что с его точки зрения свобода выхода на демонстрации, она связана, ее можно провести параллельно такую. Все это время, пока полицейский, значит, должен, может выходить на работу и как бы идти куда-то для того, чтобы обеспечивать право и порядок, да, или врач выходит из дома для того, чтобы оказывать медицинскую помощь больному, точно так же на этом же основании настолько же и важен, чтобы люди, они могли выходить и демонстрировать. Демонстрации, кстати говоря, так по общему впечатлению, очень мало религиозных. Вязаных кипр я практически не видел. По-видимому, он все-таки редкий. По-видимому, с одной стороны, как бы понятно, что они, наверное, находятся по другую сторону баррикад, чем эти демонстрации. Но с другой стороны, мне кажется, что и вот то, что написано здесь в этой статье, это тем не менее, тем не менее, по-видимому, находит свое выражение в поведении этих людей. Окей? Так вот. Итак, много вопросов. Итак, вопросы сложные, как бы морально и лидически. Что может делать государство, что ему позволено делать, каким образом позволено нарушать права индивидуума для того, чтобы защитить остальное общество. Сейчас, секундочку, мы только перепрыгнем на окончание этой статьи. Сейчас, секунду. Это такая статья. Да-да-да, сейчас, секунду. Еще раз. Да, вот здесь вот. Окей. Да. Теперь дальше. Еще такой вопрос. Почему, как он это связывает с названием статьи о том, что нельзя оскорблять человека прилюдно? Потому что есть момент, который называется шеймин. Да, я думаю, что все знают этот термин. Шейминг – это означает то, что публично, а в нашем случае публично, это в сетях, да, приводят какие-то, значит, слова или там фразы, которые оскорбляют другого человека, да, делают это, называя его имени, создается такая некая большая волна, и, в общем, человеку находится очень большое, как бы, оскорбление, моральный ущерб. Вот возникает такой вопрос. Если в обществе необходимо для защиты себя опубликовывать имя людей, опубликовывать их поведение, предупреждать других, чтобы они себя так не вели, чтобы они его остерегались, насколько это возможно, да? И дальше мы продолжаем, что это один из самых сложных вопросов вообще с точки зрения аллахи, потому что, с одной стороны, те, как бы, преступления, которые связаны, преступления мы называем, да, то есть нарушения, которые связаны с нарушением вот этой заповеди нанесения морального ущерба, ну, видите, это альбонат по ним, дословно, осветление лица, обеление лица, и вопросы, связанные с лошонара, то есть злоязычия, они рассматриваются как одни из самых тяжких преступлений. И уже были среди решуним, знаете, да, толкователи, торы делятся по временной шкале, мудрецы, на решуним и охроним, то есть на первые и последние, да? Так вот, уже было известно, что решуним, да, мудрецы говорили, что с одной стороны, тот человек, который вот оскорбляет прилюдно другого человека, да, он как будто его, он, он, это, он как будто его убивает. То есть в два фибра приравнивается к убийству человека, да, и что это вообще на уровне яарекве аль-я-я-во, то есть человеку лучше быть вообще, скажем, убитым, чем сделать такое преступление. То есть это видно, насколько серьезно к этому относятся. А с другой стороны, да, с другой стороны известно, что есть другое положение, которое сказано, которое выражается в том, что аль-то амод аль-дам-ре-еха, а именно не стой на крови твоего ближнего, то в смысле, что ты не имеешь права своими действиями или своим бездействием причинять кровопролитие, гибель и так дальше окружающих тебя, твоих близких. Так вот, по второму положению, это такида обязывает нас, обязывает нас такида делать вот такие действия, которые могут быть расцелены, как нанесение морального уйчерба, с тем, чтобы зачастливить остальных. И дальше она говорит, что уже ХПЦХМ определил основные положения по этому вопросу в 10-й главе своей книги, в которой очень известного книга, которая занимается злословием, лошон-ара. Видите, злословие или лошон-ара это злой язык, да? А там в 10-й главе он разбирает, когда необходимо, когда это злословие, может быть, необходимо. И на принципиальном уровне он постулирует, что есть такие ситуации, в которых возможно и даже есть необходимость предупредить перед опасностью и опубликовать что-то, что может задеть человека, но спасти других. и кончает тем, что вот эта эпидемия, она представляет для нас, если так можно сказать, хорошую возможность для того, чтобы пробудить в нас осведомленность по отношению вот к этим понятиям, к этим положениям и для того, чтобы лучше понять отношения законов, взаимоотношений между человеком с другим, называется Бенадамлах и Хаверо, да, и особенно это все происходящее сейчас, это происходит в тот особый период, который называется Бенамецарим, Бенадамецарим это с поста Сенатского Томуза до 9-го Ава и одна из причин как бы некоторого Авеля печали и скорби в котором мы находим сейчас связана как известно с тем, что люди во времена второго храма плохо относились друг к другу, плашонара и так дальше, да, и как бы скорбляли и были неправильные отношения между людьми, нарушенные отношения в общем-то. Именно сейчас во времена как бы короны, да, то эти положения они становятся еще более актуальными. Окей? Вот это была как бы первая статья. Хорошо, вопрос сейчас секунду нет. Эту статью мы кончили. У кого-то что-то есть что сказать? Есть, если можно. да, Гриш, даже очень нужно, потому что, ну хорошо, да, очень правильно, если кто-то будет что-то говорить. Да, я тебя слушаю. Тут ведь вот какая проблема, что люди, которые не хотят соблюдать ну хотя бы масочный режим, они вообще не верят, что есть опасность. То есть у нас нету общей основы. Я ему говорю, почему-то не соблюдаешь социальную дистанцию, почему-то без маски. Он говорит, да ерунда это все, все равно все этим переболеем, не заморачивайся ты. и получается какая-то странная ситуация, что мы можем начать друг друга переубеждать, а никогда не переубедим. И как тогда защитить свои интересы? Получается, что придется как-то прикрикнуть, что отойди от меня, а то там типа по морде давно вроде бы так не скажешь. Нельзя. Смотри, по морде не знаю, но мне кажется вот то, что в начале этого, этой статьи, да, от кайди о том, что если человек у него все-таки он знает это положение и он действительно следует ему о том, что он очень то есть он более строго относится к тому, чтобы не наносить какой-то ущерб, урон другим, чем наносить себе. То есть когда человек не одевает маску, да, то он как бы наносит себе, то есть когда он одевает маску, наносит себе какой-то урон, правильно? Ему трудно дышать, его там ограничивается в каких-то действиях и так дальше. Вот, но с другой стороны, если он понимает, что он тем самым может заразить других, и это ему, это ему действительно очень важно, то скорее всего, он будет по-другому к этому относиться. Понимаешь? Ну, мне кажется, мне кажется, это такой подход. Окей? Раву Хайпхай Муканевскому месяц назад задали вопрос. Напомню, 92 года, Бнейбрак, мудрец поколения, и он вышел на улицу без маски. И к нему подошли его ученики, спросили, Рэбе, вы как без маски? Он говорит, а почему я должен быть в маске? А ему сказали, ну как же, приказ Мэмшала. Он говорит, какая Мэмшала? Ну как же, Мэмшала, Биби, Натаньяху, приказ сверху Министерства. А он говорит, я не знаю никакой Мэмшалы, зато есть Мишна Брура, кстати, Хофицхайм. Открывает Симан такой-то, сейф такой-то, а там написано, в таких вот подобных случаях необходимо защитные средства носить. После этого Равхайм Каневский достал из кармана маску, надел и сказал, идите со своей Мэмшалой. Все в Торе написано. Окей, ну хорошо, замечательный пример, только как бы действительность такая, что, к сожалению, я говорю, основные очаги заболеваемости, они среди кредитного населения. Сейчас ситуация, она резко изменилась. Почему? Потому что, грубо говоря, они, так можно сказать, они поняли, что это не детские игры. И особенно в ситуации, когда есть в кредитных районах огромная скучность людей, в квартирах живут очень много людей, вот, огромная проблема, огромная проблема, и на самом деле, как бы, государство не может себе позволить, поскольку они, как бы, не живут отдельно, да, то есть, реально, что приводит к чему? целые города просто закрываются, что значит, Сегер. Сегер, это означает, никто не может ни войти, ни выйти, люди вообще не могут существовать. Поэтому, я думаю, что ситуация, ситуация, она резко, резко изменилась. Я видел несколько интервью, которые происходили в Нейбраке, вот, и, как бы, основная тема была такая, что, насколько люди сейчас, как бы, сознательно, они понимают, то все, и пятый, и десятый. Поэтому, окей, к сожалению, как бы, к сожалению, Рекака, действительность такова, что, в общем, она диктует, как бы, диктует свои законы, из которых растекает, положение, как бы, людей. Я тоже видел с кем-то чудовищное видео, я не помню, Каневский был ли кто-то, в общем, типа того, что очень пожилой человек, да, вот, наверное, по-моему, это Каневский был, да, и на нем наклоняется человек, на Эдиши спрашивают его, что Раб думает по поводу короны, а он ему говорит так, на Эдиши, а что такое корона, а тот говорит, а, ну, вот как здорово, Раб даже, как тебе хорошо, даже не знаешь, что такое корона, ну, насколько серьезно к этому можно относиться, непонятно. Окей, ну, хорошо, бежим дальше, хорошо, тут у нас сейчас следующая статья, она больше имеет отношение к недельному разделу, меньше к короне, тоже, мне кажется, очень интересная, все равно с каким-то отсетом на современное общество и на, как бы, лидерство, вот тут, видите, написано, мацпен о машот, да, очень интересно, такой мацпен, мацпен это компас, правильно, интересно, что здесь мы посмотрим дальше по статье, ну, хорошо, сначала называется мацпен о машот, машот это известно, это типа весла, а, как бы, период заключается вот в чем, что, как бы, какие должны быть основные параметры лидера, он должен быть человеком, который, я даже не хочу сказать совестливый, тут можно мацпен по-другому посмотреть, интересно, я про это не задумывался, в слове мацпен, да, это слово цофе, 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 это, на еврите есть несколько слов, которые определяют смотрение, взглядывание, вот цофе, это некоторое взглядывание, которое, ну, не пророческое, но, во всяком случае, которое на четыре, не на четыре, на четыре поколения вперед, на которое вид гораздо больше, то есть, например, как это по-русски называется, смотровая площадка, да, вот, смотровая площадка на еврите, да, это мицпе, то есть, для того, чтобы видеть далеко, человек должен куда-то войти и посмотреть, даром видит далеко, вот напротив нашего дома, да, есть арацуфим, называется на по-английски, по-русски, араскопус, а на еврите цофим, именно на того, что там, с нее очень далеко видно, так вот тут, из этой стадии, идея какая, какие должны быть параметры у лидера, то есть, что должно быть главное, у него должен быть, как бы, называется оргазский лим, то есть, у него должен быть ящик инструментов, для того, чтобы, для того, чтобы, как бы, грести в правильную сторону, да, либо он должен быть тем, кто может предвидеть ситуацию, и так, дальше, с чего начинается статья, пишет, что подведение итогов в книге Бамидбар, а у нас наше последнее, да, вообще, мы сейчас говорим про Масаи Матотта Масаи, это последние две главы, которые заканчивают с этой Бамидбар, да, так вот, заканчивание, итог, резюме с этого Бамидбар, до последних недельных разделов, которые были, Бинхас, Матотт и Масаи, и они все происходят под, происходит под знаком смены лидерства и готовности в вхождение в землю обетованную. Это период, когда происходят драматические изменения в, 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 среди израильского народа, да, который стоит на пороге под землю Израиля. Это основные параметры, они понятны, да, от народа, который живет, который жил в пустыне в течение 40 лет, в форме чудесного проживания, да, переход к народу, который должен заниматься завоеванием, должен заниматься обосновлением царства, ну, страны в своем, в своем государстве, ну, как бы природным способом, то есть воевать, реально, физически делать, какие-то физические действия, да. и он пишет, что в главе Пенхаз мы читали о, как бы, распоряжении, приказе, да, о передаче лидерства над народом, управлением народа от Мушек и Ашо. В Порошатэ Матод продолжается эта линия, и она открывается, как бы, приказанием-указанием к Рошей Матод, да, что такое Матод, кланы, штабы, в современном иврите, да, вот, в армии называется Рошей Матод, это, есть виды ВОЗ, правильно, вот, каждый вид называется Матэ, кроме того, Матэ это штаб, вот тут тоже, скажем, при въезде, при нашем въезде в Иерусалим, да, на, как это, невооруженной горке, Гивататахмош, напротив нее есть большое здание, которое называется Матэ Арцы, Матэ это национальный штаб полиции, полиции, да, вот это Матэ, так вот, кто это такие Рошей Матод в нашей Порошей? Рошей Матод это люди, Насеет Галим, это те люди, которые были, ну, если не знаменосцами, на самом деле, те люди, которые управляли движениями в каждом колене, окей, и говорится о таком промежуточном лидерстве, промежуточном управлении, органами-управлениями, как бы, еврейского народа, которые являются главами, главами колен. Из них, из них выйдет то, что называется Мангегей Махар, на Верике тоже есть такое, наверное, это в любом, как бы, есть, да, Мангегей Махар, то есть это лидеры будущего поколения, лидеры будущего времени, это те, которые возглавят народ при вхождении в землю Израиля для того, чтобы осуществить как бы основную задачу, которая поставлена перед народом Израиля, а именно зарплаты земли. Интересно, что вот это вот указание по поводу Рошей Матод, это было в, когда речь шла об разделе, который связан, или, ну, разделе, куске, который связан с обетами и исполнением обещанного. Но, можно сказать, что они, на них обязанность, она связана не только с исполнением вот этих конкретных вещей, которые связаны с надарим, с обетами, либо исполнением обещаний, а это связано с, вообще, со всей областью жизнью. и дальше как бы пишется, да, в комментарии, после того, как он, да, обещал, наверное, Муше, да, он заповедовал Яшу и как бы поторапливал его и предупреждал его в отношении Израиля, он говорил также и вот Рошей Матод, то есть начальник глав, колен, да, для того, чтобы они управляли еврейским народом дорогой прямой, в чем заключается прямая дорога, прямая дорога заключается в том, почему связано, почему Порошат надарим, прямой дорогой, а можно вопрос, а почему Дерых Яшар, а не Дерых Яшара, интересно? Да, не знаю, но, наверное, может быть и так, и так, мне кажется, что это здесь семантический просто для того, чтобы поставить поставить какой-то акцент, так же, как говорят, например, Мелим, обычно говорят Мелим, но иногда говорят Мелот, Мелот Нехама, слова утешения, хотя по идее правильно говорить Мелим, я думаю, что здесь это тоже, конечно, Дерых это, в обычном Дерыха рука, Дерыха рука такого не может быть, мне кажется, но здесь написано Дерых Яшар, Так почему привязывает это к Незарим? К того, чтобы прямая дорога, в смысле, человек поступает правильно, не зигзагами, когда он выполняет то, что он обещал выполнить, да? Окей, ну хорошо, и поэтому не вызывает удивления, что есть как бы особенная передислокация, передислокация или передаспределение управления при вхождении в землю Израиля. Почему? Потому что, да, вот это тоже такая фраза, интересная, как бы, на современном рите очень тоже звучит. Медубар, Алидгарман, Негути, Муркаф, да? Не знаю, как это перевести по-русски дословно практически невозможно, да? Речь идет про Эдгар, Эдгар это челлендж, то есть речь идет о по-русски, по-моему, кроме как слова вызов, по-другому прочитать нельзя. А именно, речь идет о сложной, сложной, проблем, сложной управляющей проблемой, ну вот так надо сказать, правильно? Хотя на иврите это, конечно, звучит по-другому. Эдгар это то, что человек ставит перед собой в качестве задачи для осуществления, он стремится это сделать, да? Вот, как бы, ну, неважно, то, что в русском языке, мне кажется, нет адекватного слова у Эдгара, это вообще, как бы, тоже, это психологически много чего объясняет, но это не сегодня, да? Окей, так вот, для того, чтобы лейтмодэ, что значит лейтмодэ, для того, чтобы справиться, да, с вот этой возникающейся новой ситуацией, которая неизвестная, и для того, чтобы привести народ к к осознанию тех изменений и истаглут, истаглут, это тоже интересное слово, для того, чтобы лейтмодэ, это интересно, те, кто как бы на слуху, лейтмодэ, когда говорят избранный народ, да, амсегула, вот интересно, здесь, вот эти, как бы, это я от себя говорю, да, зачастую, вот, это, это перевод на русский язык, избранный народ, то, что вызывает всегда очень много вопросов, избранный, почему избранный, что такое избранный, буддист это очень хорошо объясняет, на иврите амсегула, это слово, адгаритлое, слово сегель, сегель, это то, что на иврите, то, что по-английски называется став, либо по-русски называется команда, окей, а очень интересно от этого глагола, лаистагель, лаистагель, это означает, чтобы у тебя были возможности, способности для того, чтобы вжиться в новую ситуацию и, 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 и постараться ее преодолеть, это называется лаистагель, называется истагру, например, там космонавты, после того, как они, не знаю, после невесомости, до невесомости, вот называется, что они должны лаистагель, человек должен привыкнуть к новой ситуации, интересно, что вот это, вот это, вот тоже, это слово, которое, которое на русский переводится избранничеством, хотя здесь ни про какое избранничество не говорится, и это тоже, как бы, объясняет, подчеркивает, что означает слово амсегула, то есть избранный народ, в смысле, что народ, который должен иметь определенный набор, свойств для того, чтобы лаистагель, для того, чтобы принять на себя ту задачу, которая перед ним стоит. Окей, в соответствии с этим Моше, да, он просит или требует от своего, тот, кто будет его сменять, да, от своего приемника, вот, а дальше идет очень интересная вещь, это, в принципе, сейчас мы, вот здесь, вот, да, это то, о чем мы хотели говорить, как он говорит, говорит потрясающие слова, как он определяет основную, основную, как бы, девиз, что должно быть у человека, какие должны быть лидерские, как это называется, не замашки, а лидерские свойства лидера, да, какие установки, что он ему говорит, он должен быть Потрясающе, да? Что он должен быть? Он должен выходить перед ними, да? И он должен входить вместе с ними, и который их будет выводить, и который будет их вводить. То есть, видно, что это человек, и вот дальше он объясняет. А комментарий такой, это не как, да, и дальше приводится, это не как поступают цари народов, да, или, скажем, лидеры народов, которые сидят в своих домах, да, и посылают своих посланников, например, на войну, для того, чтобы те вели войну. Здесь сказано, что ты должен входить и выходить, ты должен быть. Опять перескакиваю, исходя из моего минимального опыта. Я там 10, не, ну, есть все-таки побольше, наверное, лет 15, 12, может быть, дел милуем, военные сборы. Но даже на моем коротком военном, как бы, опыте, ну, и кроме того, как бы, слушая или переживая все, что происходило в наших глазах, как по военной операции, вот эта вот эра, эта вот ценность, этого качества, что офицер – это человек, который ведет за собой. Это свой, это то, что людям, я не был на офицерских курсах, да, но то, что я слышал и как я понимаю, это одно из первых вещей, которые воспитывают людей, кроме профессиональных навыков, да, что реально-реально это офицеры, которые ведут. И опять же, мы здесь прослеживаем эту линию. Кто-то может улыбнуться, кто-то может сказать, ну, да, конечно, там я ушел. Но, тем не менее, я, например, реально, как бы, ощущаю, что в этом действительно есть связь. Например, вот, Кацин, офицер, да, Гольдзин, зихронолый врага, который погиб, да, в последней военной операции, тело которого террористы смогли утащить через прорытую этот самый туннель, и до сих пор все время ведутся интенсивные разговоры для того, чтобы получить его тело обратно. Вот он именно был тем самым офицером, который рванул вперед и который побежал туда, и за ним побежали его солдаты, и это происходит на каждом шагу. Я не помню процент, но вообще процент, как бы, поражений среди офицерского состава, он очень высокий именно в израильской армии. И это, и это, пожалуйста, мы видим, да, я не хочу сказать, что на офицерских курсах читают это, хотя, может быть, и читают это, но в другом смысле. Это, это где-то, где-то, это сохраняется в подкорке, это, это вот это вот целеуказание, да. А дальше, ну, как бы объясняет, что в этом коротком фразе Моше как бы сложил, сконцентрировал именно те лидерские, лидерские свойства, да, которые были, которые, которые связаны с тем новым положением, в котором, в котором оказывается, в котором оказываются евреи. И вот этот лидер, опять, он должен быть не тем, который сидит и показывает посланников, говорит, сделайте так, делайте так, а он именно должен быть во главе, и он должен быть тем, кто ведет с собой всех остальных. И дальше говорит вот эту вторую вещь, вот это вот интересно, что он должен быть тем, который может быть, тоже очень интересная фраза на иврите, лицпод пней атид, очень красивая фраза на иврите, да, лицпод, это как бы предвидеть, пней атид, да, это будущее. Но тоже интересно, есть будущее, да, но когда-то добавляется пней атид, это, я думаю, это нарождающиеся, то есть не просто будущее, то есть вот сейчас есть настоящее, да, а вот завтра будет будущее. Пней атид, это, в принципе, это будущее, которое поворачивается к тебе сегодня уже лицом, то есть ты должен разглядеть лицо нарождающего, нарождающегося уже сегодня. И тогда получается, что он должен быть не с той точки зрения, да, что у него в руках есть машот. Машот, это означает, что у него есть весло, то есть он знает, как правильно грести, в каком правильном направлении надо вести, да, а что у него есть мацпун, и вот интересно, что здесь слово мацпун, оно очень хорошо ложится на слово цофе. То есть у него, с одной стороны, мацпун, это известно, это совесть, с другой стороны, это компас, да, компас, который показывает. То есть в каком-то смысле получается, что совесть, это правильное направление, ну, не знаю, устремлений. То есть когда человек говорит, у тебя вообще мацпун есть, то есть у тебя совесть есть, а что означает совесть? А совесть означает? Да. Рак, секундочку. Мацпун, да, совесть, а компас же мацпен. Что, что, я не понял, честно говоря, еще раз можешь сказать? Совесть мацпун, а мацпен же компас, компас же мацпен. Мацпен, да, 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 сто процентов, то, что я про это говорю. Меня, ну, как бы не первый раз поразило, что мацпен и мацпун, да, это однокоренные слова. Совесть связана с компасом. И кроме того, это компас, это совесть, и кроме того, это еще цвея. То есть цвея в том плане, что ты видишь пнеотик, что ты видишь зарождающийся. И вот это, это, это то, что требуется от лидера, это то, как Мошеа поделял свойства Йошо и Рошей Матор. Да? Теперь дальше. Заканчиваем статью тем, что говорит, что мы сейчас находимся в самом пике глобального изменения, которое, которое связано с, и с короной, и вообще с тем изменения, которые происходят в западном цивилизованном мире, да, в западной цивилизации. И это все требует, чтобы те, кто стояли бы главе, это были бы люди, у которых был бы мацпун, у которых был бы мацпен, и которые могли бы, могли бы предвидеть, предвидеть зреющее, предвидеть нарастающее. Окей? Это такая статья. Думаю, что мы еще успеем разобрать еще одну хотя бы. Я на самом деле думаю, что мы продвинемся гораздо больше, но это занимает на самом деле... Атан, ну вот эту тему лидерства и как это есть в недельной главе, чем еврейский лидер отличается от нееврейского, а какая особенность еврейского лидера, какие у него самые важные моменты. Все это хорошо пишет Раф Сакс, если кто-то нас слушает. Раф Йонатан Сакс, 10 лет был главным районом в Абрикане. Единственный минус, он очень хорошо, он может быть даже лучше, чем то, что мы сейчас считаем. Он по полочкам разбирает, что такое еврейский лидер. Но минус то, что, конечно же, несмотря на то, что его учителем был Рабинович, раб Рабинович, который недавно, к сожалению, ушел в Бейтель, он в Великобритании правил. И у него все примеры не как у тебя, с Милуим, в Израиле, с армией, а у него все с Англией. Вот это единственный минус. Ну смотри, как бы это правильно, он как бы Раф Кейлы. Кейла его вся страна. Понятно, что он отсвечивает на ту страну. Смотри, если бы я был главным главином России, я тоже бы говорил про какие-то российские дела. Понимаешь, мне там тоже было бы про Путина что-то такое сказать, так я не знаю. Про Путина здесь никто не обязан говорить. Причем иногда, слушай, я быстро скажу, потому что это всем интересно будет. Он часто присутствует на разных тусовках королевских. И он, говорит, сидел в 2012 году, 27 марта, на юбилее королевы Бриллиантовом. И среди прочих, одна из руководительниц еврейского движения взяла микрофон и говорит, я желаю вам прожить до 120. Королева, у нее выпал стакан, она обратилась к своему этому Альберту, к своему мужу, спросительно, что это такое, что это было. И потом, через некоторое время, после праздника, она, я так понял, 2 часа хотела узнать, что это такое. Причем тут до 120 лет, хотя ей уже под 100, наверное, да, то есть осталось чуть-чуть. И потом ей один из раввинов, вот, собственно, он, раб Йонатан Сакс, объяснил про Мошера Бэйну, про то, что это принято и так далее. Да-да-да. Окей. Смотрите. Если можно, две небольшие статьи, мне кажется, очень важно в духе вот этого, ну, листка или журнальщика, опять, совершенно не случайно здесь обязательно присутствуют женщины. Я начал тут, как минимум, 3 или 4 женщины, у которых есть постоянные колонки. То есть вот идея, не хочу сказать слово феминизма, потому что феминизм зачастую несет какую-то, не знаю, отрицательную коннотацию, да, но то, что у женщин есть свое место, то, что у женщин, религиозных женщин, у них есть свое слово, они специалисты в своей области в 100% находят свое выражение. Здесь очень интересно, доктор Тамара Меир, да, мы уже проговорили про нее прошлый раз, она заведует отделом, ведет колледж, который называется, религиозный колледж Бейтни-Даш, который называется Кульна, по-моему, так, да, и как бы ведет отдел, факультет литературы в тоже колледже, который называется Гиват-Вашингтон, да. Окей, вот она тут разбирает очень интересную штуку, такую психологическую, она мне очень понравилась, да. Давайте посмотрим, у нее называется так Аль-Махалот-Вэ-Масаот, по поводу болезни и по поводу странства, да. И, как бы говорит так, вот приближаясь к концу, вы знаете, что Тура называется Хумаш. Хумаш, по слову, пятикнижный по-русски переводится, вы же знаете, пятикниг. И вот, ну, как бы, еще каждая отдельная книга тоже называется Хумаш. Называется Хумаш-Бамидбар, в смысле, пятая часть, которая называется Бамидбар. Вот в конце Хумаша-Бамидбар, да, перечисляются все странствования, как бы, евреев по пустыне. И они были самые разные, они были самые разнообразные. И некоторые из них, они указывают на те кризисы, которые происходили. Некоторые показывают на точку исхода и показывают, какая протяженность была между переходом. Протяженность вот этих переходов, которые служили, которые произошли после греха разведчиков, да. Вот. И дальше пишут, что часть из этих географических мест, она нам известна, да. И она нам известна из разных событий, которые происходили в пустыне. Например, Кеврота Таова, да. Это по-русски, как они, Кеврот, на кладбище что у нас находится? Могилы, да. Могилы, могилы желания, да. Могилы... Вожделения, могилы и вожделения. Ну, вожделения, да. Хотя по-русски вожделение, это, по-моему, чисто как бы эротическое, нет. Ну, неважно. Там про жрачку, по-моему, вопрос был. Ну, хорошо, да, вожделения, да. Ну, известно, да, там просили. Мяса не хватало, того не хватало. Ну, им как бы сначала по голове давали, а потом мясо все-таки давали. Ну, и эти места, вот это известное место называется Кеврота Таова, да. Окей. Или как отметка некоторого географического места, как на дизайне написано Арвод Муаф. Вот Арвод Муаф, если бы вы сейчас были у меня, мы бы сейчас если бы погулять, как раз напротив моего дома чуть пройти, мы бы как раз видели Арвод Муаф, как раз внизу. Вот я там военные сборы как раз делал в этих самых Арвод Муаф, да. Окей. Но проблема в том заключается, что часть из этих перечисленных географических названий называется Алумин. Алумин, вы говорите, Алумшем. То есть она не анонимная, несмотря на то, что как бы они указаны, да, но непонятно, что там такое происходило, зачем их надо указывать, да. Например, как сказано, и вышли они Мехадера и остановились Маккелад, другое место. Зачем это сказано? И тут как бы есть место для те места, которые непонятны, в которых есть какой-то туман, да. Это место для того, чтобы обошел Медраж, да, то есть некоторое аллегорическое, более чем по прямому смыслу, которое пытается объяснить. Вот она пишет, что Медраж Бемидпар Раба, да, он приводит Машаль, Машаль, да. Я тоже посмотрел в преддверии вот сегодняшнего занятия на иврите, в общем, просто два слова. Машаль и Немшаль. Да, как-то переводится по-русски. Ну, хорошо. Машаль, Немшаль, в общем, как бы одно проистекает из другого, да, а по-русски для того, чтобы описать, это надо опять непричастное предложение. Чтобы как бы Машаль, Машаль, это притча, да. А что такое Немшаль? Ну, а Немшаль, это как бы то моральное или этическое резюме, установка, которая выходит из этого. То есть, Машаль, Машаль, это то, что берется в качестве объекта для одевания этого в какую-то насказательную форму, да. А Немшаль, Немшаль, это то, что, то, на что это проецируется, да. Ну, опять же, на видео очень просто Машаль, Немшаль. Окей. Теперь дальше. Про что она говорит? Так вот, говорит очень такой, но геэла лэф, но геэла лэф это тоже такое очень юридское слово, но геэла лэф, примерно, очень, как это по-русски сказать, задевающее сердце. Задевающее сердце. А, вот, душещипательное. Вот, душещипательное, но геэла лэф. Так тут никого не щиплет, а тем не менее. Но геэла лэф. И в отношении этих, значит, Масаот странствований написано, почему сказано Масаэй, вся Паршан называется Масаэй, потому что как бы Господь говорит, Эла Масаэй, Масаэй можно отделить от Исраэль, да, и тогда получается Масаэй, Масаэй это мои странствования, а чьи это странствования, она говорит, так это Масаль, это притча, то есть это иносказание, это похоже на царя, да, которого сын заболел, и он его, берет его на руки, да, и он идет к врачу, и когда они возвратились, то отец начинает перечислять все те странствования, в которых они и не говорили, и говорит, вот здесь мы вместе спали, вот здесь я тебя укрывал от холода, вот это тебе накрывал голову, и так дальше. Раша в своем объяснение, в нашей недельной голове, да, он цитирует эту Масаль, эту притчу, и останавливается здесь, да, останавливается по своим причинам, и мне хочет, он отрывает от Мидраша, ту часть, которая, я думаю, что ему кажется, она подходит к Кшату, а то, что продолжается дальше, больно сказать, но он не цитирует, однако она здесь цитирует дальше. И говорит, что Раша оставляет здесь нас с такой картиной заботливого отца, преданного, который по дороге обратно от врача, он объясняет, он говорит, перечисляет в уши своему сыну все те места, в которых он был болен, и как он о нем заботился. Однако говорит, она говорит, это такое выражение на иврите, то есть у каждой притчи есть как бы, вот у Крылова, как это было, напомните, там же были притчи, правильно, у каждой басни есть, что-что? Мораль, 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 да, вот правильно, вот басни и мораль, да, вот она говорит правильно, у каждой басни, да, говоря языком Крылова, да, у каждой басни есть своя мораль. Какая же здесь мораль? А Медраж, он продолжает с того места, где Раш остановился, а однако Всевышний, так сказал Муше, я перечислил все те места, где вы меня раздражали. Совсем другая тема, не тема заботливого отца, а там, где вы меня бесили, там, где вы меня с ума сводили. Почему? Вот поэтому написано Масаэй, написано Масаэй, потому что это все места, в которых вы меня, вы меня доводили. И тогда получается, что вот этот мораль, да, она как бы портит вообще то, что было сказано до этого, портит совершенно вид вот этого идеального отца, вот трогательную картину отца, который заботится. Спрашивается, а что же вот этот, что же это иносказание, что же эта мораль хотела нам сказать? Она дальше говорит так, клаль-барзель, клаль-барзель, это тоже такое выражение на иврите, железное правило. В данном случае это очень хорошо переводится с русского, с иврита на русский. Клаль-барзель, железное правило, да, опять скобка скажу, наверное, в других армиях тоже, в российской, если кто-то из вас был, может сказать, есть такое или нет. В армии есть миспорай-барзель, то есть железные номера, это что означает? Означает, что перед тем, как двигаться, все пересчитываются. То есть, если идут двумя колоннами, то один говорит первый и трогай другого ключа, он говорит первый, второй, третий, все пересчитываются. И когда проходит какое-то мероприятие, да, либо, ну, то есть, которое теоретически у него есть опасность того, что кто-то потеряется, будут ранены, отстанут и так дальше, тут уже сразу говорят, миспорай-барзель, и все начинают говорить, опять, один, два, три, четыре, пять. Окей, так есть и железное правило. В чем заключается железное правило во всех притчах мудрецов? Заключается в том, это железное правило заключается в том, проверить нас именно на те места, которые, по первому взгляду, они не совпадают, называется ломистадрим. Они не совпадают один с другим. Почему? Потому что здесь, давайте, она говорит, давайте обернемся к начале этой, как бы, притчи, этого иносказания, и посмотрим, какие у него составляющие. А в чем была болезнь, так называемая болезнь сына? А в чем было, в чем было то средство излечения МИРПА, в чем была та поликлиника или то излечение, куда вел его отец? Окей. И какая, что это за дорога, по которой они возвращались? И тогда получается, что вот этот моральный, как бы, итог, мораль из этой притчи, она дает нам, как бы, ту спасительную веревочку, которая может нам, которая может нам помочь. А именно, тот гнев, которым гневали евреи Всевышнего, он является именно симптомами этой болезни. Почему здесь спали? Ну, потому что тут был, почему, почему, почему здесь спали? Потому что здесь был слаб. Тут мы ждали для того, чтобы твой температур у тебя упадет, да? Тут болела у тебя голова. И то, что по первому взгляду представляется как тяжелое, как мучительное и как то, что вызывает сопротивление, превращается на наших глазах как то, что несет в себе послание милосердия и утешения. А именно, Всевышний, он знает, что тот, те неприятные вещи, которыми гневали его израильтяне, это не как бы то, что они хотели специально это сделать. Это не их врожденное чувство, потому что они злы. А почему? Потому что это является симптомами некоторой болезни. А когда опять сын, он выздоровеет, он не будет больше гневать, гневать Всевышнего. И поэтому надо выйти в эти странствия, и поэтому надо выйти в странствия, в то место, которое будет лечить. И тогда получается, что у этих странствований, у них была определенная задача. Какая задача? Ну, понятно, привести евреев в землю, текущую молоком и медом. Это та земля, которая излечит израильтян от их духовной болезни, по причине которой они навлекают на себя гнев Всевышнего. И тогда у нас получается, что по этой схеме Всевышний, он является тем милосердным отцом, который ведет с собой в странствованиях своего, как был царь, как своего сына или свой народ, по отношению к месту излечения. А после того, как он излечится, он напомнит мне ему по типу того, чтобы рассказать ему о тех несчастьях, которые случились с ним. Точно так же, как отец рассказывает своему сыну в таком ностальгическом духе про те болезни, в детстве которыми он болел. И интересно, она в конце говорит, да, но почему Медраш употребляет слово «дераххазара» «в обратную дорогу»? И тут она, да, вот эта вот Тамар, да, она делает такое интересное предположение. Она говорит, может быть, в этом есть намек на галут, на рассеяние, на диаспору. Имеется в виду, что даже в тех странствиях, которые в будущем падут на голову, как бы, еврейского народа. И даже там дает нам намек Медраш, нас будет сопровождать отец, который будет от нас заботиться и беспокоиться о нас. Окей? Это такой конец. У кого-то есть что-то сказать? Это как в той притче про следы на песке, да, что две пары следов, а в самых сложных местах одна пара. И выясняется, что это там отец снес его на руках. Я не знаю про это, можешь сказать? Да, хорошая притча. Да, можешь сказать? Ну, известная притча, что умирает человек и смотрит на свою жизнь, как на две пары следов на песке, как идет он и Всевышний. Но в самых трудных местах есть только одна пара следов. Ему вначале кажется, что это он шел один. Он говорит, как же ты мог оставить меня в таких сложных ситуациях, а выясняется, что это было наоборот, что он нес его на руках. Окей. Да, очень классно. А можно сказать? Смотрите, у нас доктор, женщина, да? Она написала гораздо-гораздо более религиозную статью, чем два равина мужчины, которые были выше. Согласись. Ну, смотри, она, это ее тхум, как бы, это ее поле деятельности, они как бы все профессионалы, понимаешь? Это не то, что человек, который, ну, скажем, у нас в синагоге, да, вот он выходит там, говорит. Ну, Миша Голосовский, как известно, он связывает этиритическую физику. Но остальные все-таки говорят, как бы, то, что они там выучили, знают и все. Смотри, она реально этим занимается. То есть это ее тхум. Ее тхум, ее область, это бэтмидраж. То есть она специалист, ну, типа говоря, как, или как, наша Нехама, как она, или она, как наша Нехама. Это реально, она реально этим занимается, да? Ну, теперь, хорошо, давайте последнее, на одной ноге очень быстро перейдем. Мне это очень понравилось. Я это хорошо понял, поэтому я вам быстро это перескажу. Вот. Мне это очень понравилась такая штука. Тут есть еще одна женщина, вот, замечательно. Ее зовут Наами, или Наоми, Наоми, да, Наоми, в скобках написано Яфа Эни, да? А она психолог-хенухит. То есть она психолог, который занимается вопросами, который психолог в системе образования. Окей? Говорит такую интересную штуку. Я вот здесь чуть-чуть только смещу. Меня не важно, как меня видит, потому что меня загораживает этот самый текст. Да, она говорит такую штуку, вот это к Диме. Дим, ты знаешь такой намби? Не смотри в текст. Вот намби, это очень интересно. Намби, это ивритский Рошейт, и вот, not in my backyard. No in my, она сейчас пишет такое намби. Не в моем, не в моем, не в моем дворе. Есть такое выражение, пойдем по-английски, not in my backyard. Это что означает? Ну, там вы хотите что-то такое сделать, это, конечно, хорошо, все, но только, пожалуйста, не у меня дома. Знаешь, когда дети хотят там что-то такое праздновать, фейерверк и все. Я говорю, слушай, это замечательная идея, ты пасни у меня дома, вот иди куда-нибудь туда и там это делай. А мне этого не надо, понимаешь? Ну, скажи, а это популярное слово, если я выйду в Израиле? Или это придумали позавчера? Она, наверное, нет, но у них, наверное, ты смотри, у психологов, это, наверное, известно. А я, честно говоря, первый раз такое слышал. Но она пишет нам, наверное, это известно, да? Смотрите, она разбирает одну чрезвычайно интересную штуку, вот, которая... Ну, психологов нет, так, психолог, психологу я тебе говорю, нет у них такого. Это выдумано вчера. Ну, Седор, хорошо, окей, ну, может быть, участие, может, женский психологов, может быть, есть. Хорошо, а ты скажи кому-нибудь там на работе, вот, намбе, скажи, что такое намбе, а ты им вот расскажешь, что такое намбе. Итак, какое имеет отношение, про какой двор здесь говорится? Вот, действительно, смотрите, очень интересная ситуация. В нашем дельном разделе Мацаэй, да, в ней подчеркивается передача восьми городов Шевет-Улеви. Окей? Ну, интересно, что в счет этих городов, да, входят города-убежища. Это города, где должны проживать, скрываться, существовать, скажите, как угодно, да? Те, называется, а именно те, которые убийцы, непреднамеренные убийцы, да, то есть убийцы, которые, люди, которые совершили убийство непреднамеренно. Что такое бы шоу-гэк? Мы пропустили там, вот, до этого было несколько статей, которые тоже интересно объясняли, что бывает два раза вида, как минимум два раза вида шоу-гэга, но сейчас это мне важно. Нам важно, да, что есть такая, для того, у родственников, того, у которых, у тех, у которых был убит родственник, у них есть право к ровной мести. Насколько это имеет отношение к современной жизни, думаю, что нет, но, тем не менее, окей? Поэтому для тех, кто, они могут убить того, кто убил их родственника. У них есть право. А, соответственно, им предоставлены шесть, называется, аре-ми-клад, да, шесть вот таких убежищ, в которых они могут быстро убежать и быть там до смерти первосвящения. Так, по-моему, да. Дальше идет текст из Гамидбар. Быстренько его переведем. Сказано так, из шесть городов-убежищ, в которых, которые предоставлены для того, чтобы туда спасался убийца, имеется в виду, вот убийца непреднамеренной. И к ним добавят еще 42 города, да. И это все те города, которые будут даны левитам. Всего 48 городов. Их и, не знаю, земельные участки, которые вокруг них, да. Что тут очень интересное? Она делает, на мой взгляд, потрясающий, как бы, такой вывод, объяснение. А теперь представьте себе такую ситуацию, что есть, я, например, на своей памяти, я знаю, как бы, да, есть немало случаев, и они происходят в завершении момента, когда хотят разместить какое-то, в кавычках, сомнительное, да, учреждение, например, для детей с дефектами. Да, так это, по-русски говорится, правильно? С дефектами развития, да. Как это были? Неполоумные, это нехорошее. Слабоумные, правильно? Сейчас уже так, уже нельзя употреблять. Особенные дети. Какие? Особенные дети. Ну, подожди, ну, а слабоумные как? Ну, хорошо, слабоумные так не говорят, правильно? Нельзя говорить? Нет, так называют особенные дети. Такое вот выражение. А, ну, хорошо, неполноценные так тоже не говорят. Ну, хорошо, особенные дети. Не такого особенные дети. Ребята, ну что вы. В русском языке особенные дети имеется в виду сугубо положительный коннотаж. Можно закончить. Да, конечно. Слышишь, Матан? У нас именно так употребляют. Особо. Ну, конечно. Окей, у нас в Израиле по-русски говорят с особыми потребностями. Русский язык изменился. Ну, хорошо. Мы не знаем. Так, люди, которые живут там, вот Андрей и Лена, они говорят. Но сейчас нам это не очень важно. Давайте не будем как бы это самое. Важно, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Правильно? Речь идет о населении, которое, ну, скажем, в той или иной степени поведение этого населения неприемлемо, неприятно для окружающих. Правильно? И ни раз, и ни два есть ситуация, когда люди в районе, в близости которых хотят расположить, разложить такую вещь, либо, например, там, я не знаю, как это тоже перевести, заключенные, да, которых потом, вот они живут в каком-то специальном как бы месте и наблюдаются, и все. То есть они уже не в тюрьме, они могут жить как бы в обществе, но, тем не менее, у них как бы особое, да? Натан, вот свежий пример, по-моему, в районе Хариша хотят построить общежитие ЛГБД вот этих лесбиянок и так далее, и там массовые протесты идут. Вот, да, окей, окей, да, хорошо, ну, хотя здесь даже еще более обостровано, здесь даже не гомофобия, а здесь именно речь идет, именно речь идет про население, которое, ну, давай, ты хорошо, окей, которое вызывает, может причинить неудобства этому. Есть как бы апелляции в судебной инстанции, ну, и люди как бы говорят, что мы против этого, теперь дальше. Как это связано с нашими арэми-клад, с городами-убежищ, да? Как это, да, она говорит, что если бы это было в наше время, да, то от имени колена левитов было бы подано бесконечное количество всяких апелляций, да, и были бы задействованы все средства информации, которых основная идея была какая? Почему, что, что нас связывает с этими преступниками? Почему это должно быть у нас? Сто процентов, да? Дальше отвечает. Почему, почему надо было в те города, которые мы получаем, как бы, по наследству, по владению, почему в них надо было включать, почему надо было включать в них эти шесть городов-убежищ? Да, и она говорит, они бы кричали, намби, что такое намби? Она говорит, выражение намби, а вот такая здесь написана, намби, да, намби, это заглавные буквы русские. Что, что? Not in my back yard. Not in my back yard. Да, да, ну, видишь, мы говорим, негет... Ну, это самопальное выражение, нет такого профессионального... Дожди, я не против, я не против, я говорю, это как пикантерию. Оставь, я не против этого, мы сейчас не за намби, просто как пикантерию. Намби, негет, мекум, бехацли. Видите, нун, мэм, бейт. Намби. То есть, противодействие расположению поблизости со мной, в моем дворе. Окей? И это, по существу, выражает сопротивление окружающего населения для установления какого-то общественного заведения, да, у которого есть сомнительная репутация с точки зрения окружающего сообщества, с точки зрения... А, сомнительная репутация с точки зрения его общественного поведения, или с точки зрения здоровья, с точки зрения здоровья и так дальше. Рядом с их домами, да, и она говорит, очень часто пытаются разместить такие, а их, я не знаю, во всех странах, и в России, наверное, тоже. В Израиле это особенно, да, вот, как бы, в последний, Матан, наверное, знает лучше меня, но даже то, что я слышу, да, очень сильное направление о том, что тех людей или населения, у которых есть те или иные учения, ограничения в их, знаете, называется мукболиот, то есть ограничения в их жизненной функциональности, да. Это уже не называется давно, так запрещено так называть, мукболимбы и так далее, срахим-ми-юхадим называются, особые. Да, окей, да, у которых есть особые нужды, ну, хорошо, я не против, я не хочу никого не обижать, просто хочу донести до, как бы, вашего... Это не в обиде, это профессиональный язык, уже давно не... Да, 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 но идея в том, что они, они, они по жизни, они ограничены в своей деятельности, и в этом их, как бы, отличие от окружающего населения. И для того, чтобы способствовать их, не знаю, улучшению, лучшему проживанию, может быть, даже как-то себе выздоровление, или, во всяком случае, более нормальному существованию, идея в том, чтобы не изолировать их, а идея в том, чтобы их, насколько это возможно, делать частью общества. Например, я знаю, что в школах, вот у меня у детей, да, там, где внуки, там, и так дальше, вот я знаю, что у них, вообще говоря, есть такое... Спрашивают родителей, хотят поместить в классы несколько детей, которые, ну, вот, как ты говорил, с ограниченными возможностями, да? Я так не говорил, я говорил с особыми потребностями. Да, да, с особыми, окей, которые с особыми этими самыми, да? Вот есть такая штука. Но, тем не менее, есть очень сильное сопротивление, зачастую происходит, когда люди не хотят, чтобы рядом с ними были такие заведения, да? Сейчас, секунду. Можно мне добавить... Да, пожалуйста. Я хочу напомнить, есть скандальный такой видеоролик Лайтмана, где он открыто говорит о том, что это не то, что вредно, это вообще кощунственно помещать таких детей, как он говорит, не то, что до ограниченности, там, и так далее, убогих, и так далее, со здоровыми, нормальными людьми, это кара Божья, там, и так далее, и в моем случае этого делать нельзя. Почему я вызвал стандарт, год назад где-то. Окей. Ну, хорошо. Она немножко, она в другом аспекте говорит, но, Беседра, мы это приняли. Так вот, дальше она говорит, она дальше анализирует вообще, как бы, некоторый общий подход. Общий подход такой, что зачастую люди относятся к другим людям, поведение которых отличное от них, почему? Потому что есть какие-то нормы, которые являются некоторым стандартом нормативности, которые являются положительными и неотрицательными, да? И у людей в своем большинстве, да, у них есть, ну, она называет это предрассудками, да, когда люди с трудом переносят вид другого человека, который не похож на него, который по внешнему виду, по поведению, это сразу его выделяет, это доставляет неудобства, и это сразу, как бы, желание исключить таких людей из сферы твоего общения, окей? И она говорит, что зачастую это происходит именно почему? Потому что, по ее мнению, речь идет зачастую о предрассудках и о неподготовленности людей, а не о каких-то настоящих, как бы, проблемах, да? Окей, и, как бы, при этом, при этом она говорит, да, что если бы в людях развивалось, или в обществе развивались, как бы, направления, связанные с тем, чтобы принимать тех, кто не похож, больше толерантности, да, то, как бы, отношения были другими. И дальше, возвращаясь к левитам, да, интересно, получается, что сообщество левитов, да, которые вообще являются избранными, они избранными для работы в храме, да, или там в мешкане, в переносном, помогать куренам. И, казалось бы, очень странно, они, как бы, были избраны по божественному приказу, да, а получается, что они в непосредственной близости от них, и они должны, как бы, жить рядом с ними, вообще сопровождать, да, тех, которые будут жить в городах, где находится, вообще, как бы, проблематичное население, убийц, которые не намеренно убили кого-то, да. И тогда, тогда, вот этот ее последний вывод, мне бы очень интересно, она пишет, что значит, что вот эти два сообщества, которые являются ненормативными, чем является их ненормативность? Ненормативность заключается в том, что они финансируются за счет народа. И левиты, и преступники, которые, убийцы, которые убили неосознанно, да, да, они являются теми, которые поддерживает весь народ. И поэтому, поэтому они являются, как бы, ненормативными. И получается, что именно они должны жить один, один рядом с другим. И это, да, представляет перед ними, да, перед левитами, опять написано слово «Эдгар». Эдгар. То есть, это вот их вызов, это та задача, та задача, которая, среди прочих задач, они должны с этим справиться. Сейчас. А, да. И говорит, что вот точно так же, как здесь закон подразумевал, что определял, что левиты, они обязаны соотнестись или не свыкнуться с ситуацией, но они обязаны выработать в себе возможности проживать вместе с такой проблематичным населением. Точно так же она говорит, мы можем это перенести на нас, осуществление той задачи, которая возложена на нас. А именно, для того, чтобы мы, как единый народ, могли проживать все вместе, одни с другими, несмотря на те различия, которые есть между нами. Ну, вот это такая статья. Ну, хорошо. Вот это, как бы, более-менее все, что я хотел. Там еще было несколько статей, которые я не успел, но в целом, мне кажется, как бы, дух вот этого издания, ну, мы более-менее разобрали. Господа Адам, у вас есть что-то сказать? Да, Натан, у меня есть. Да, пожалуйста. Ну, во-первых, как бы, я не уверена, что стоит в один ряд ставить людей с особенностями и убийц и, как бы, ну, любые негативные элементы, потому что они разному учат. Вообще, в плане морали, да? Значит, например, дети, они учат некому состраданию к слабому, то есть, ну, вот как-то так. Смириться, в общем, с человеческими недостатками. А что касается, например, гомосексуалистов, это практически психи. Их нельзя держать рядом с нормальными людьми. У нас, например... Тихо, мы не будем сейчас туда идти. Смотри, мы не будем... Я понимаю... Но раньше-то это был диагноз. Раньше-то это был диагноз. Смотри, мы сейчас не будем... Я тебя умоляю, потому что мы не будем туда идти. У нас не хватит ни времени, чтобы туда идти, понимаешь? Я только могу сказать, что я понимаю, про что ты говоришь. Я также понимаю, что это совершенно неоднозначно. Это признают все. Мы не пойдем туда, потому что это нас уйдет совсем далеко, правильно? Нет, я вам просто расскажу. Вот Хохму из Москвы. Они знаете, что сделали? Они в каждой поликлинике на окраинах города открыли филиал психоневрологического диспансера, чтобы те люди, которые находятся под наблюдением, но дома, могли ходить как бы везде. И вот теперь вот, например, у меня там детская поликлиника, да? У меня там садик, у меня там еще что-то. И рядом у меня стоит поликлиника, в которую регулярно ходят психи. Понимаете? Это вот такая вот типа толерантности. Вот это вот не надо. Страшно? Я сейчас... Идея какая? Она говорила про некоторую специфическую вещь. Понятно, что в конкретных реальных ситуациях... В конкретных реальных ситуациях это должно как бы осматриваться на то, что существует некоторое направление в обществе, общая идея такая о том, что надо людей, которые отличаются по поведению, от людей, которые отличаются... Отличаются почему-то от окружающих, правильно? Они не... Их надо не изолировать, а они должны быть частью общества. Здесь вот пример с левитами. Понятно, что это может быть какая-то натяжка. Я не умею на мой ряду... Ну там, а там сильная натяжка, на самом деле, извини. Насколько я помню, отделение десятин и левитом делалось персонально каком-то левитом, который ты хочешь, да? То есть не государство занималось, да, отделением десятин. С этим он тоже, значит, это может быть. Вот, и поэтому как-то... Да-да. Слышно, нет? Да-да, слышно, отлично. Вот смотри, то есть, понимаешь, когда она здесь пишет о том, что это государство, как бы, да, звучит в тексте. Нет, нет, на него государство. Она говорит, что о том, что, ну, в той здесь... Нет, все мы, это и есть государство, понимаешь? Все-таки благотворительность личная, там, если ты хочешь помогать, да, там, конкретному, там, чему-то такому, да, это одно. А когда говорит все, все-таки как-то... Ну, подспудно слышится слово общество, государство, государственная поддержка. Нет разве? Ну, смотри, я, честно говоря, не знаю точно законов и положений, каким образом, лимитом... Левиты, понятно, что их существование, в отличие от остальных колен, они, как бы, не могли сами себя обеспечить. Они были же дивенцы. Я, насколько помню, пожалуйста, из лекции того же Равы Иона Левина, да, звучала фраза о том, что конкретное отделение, там, да, десятой части, не воздух, как налог для государства, да, а вот я вышел, там, на улицу, на право есть один, там, налево другой, там, еще где-то третий, да, я выбираю трубу из трех, это десятки, ну, отдай. То есть, в этом смысле звучало, что это было конкретно к тому, как я считаю нужным, так, как призывательная десятая часть. И в этом смысле это звучит, как моя, то есть, если применить ее так, какую концепцию, то это звучит, как не общественная, да, там, часть, а я кому считаю нужным, да, даю. Понимаешь? Это немножко разные концепции, понимаешь? Да, я могу поддерживать, вот, там, условно, там, выделенных людей, там, не знаю, там, по здоровью, да, там, какие-то проблемы, да, это один вариант. И не поддерживать, скажем так, другие, другой вариант, понимаешь? А иначе, если так рассуждать, можно вытащить, что любое действие, какое, там, чиновник, скажем так, зачтет нужным, да, в конечном итоге, будет поддерживаться за счет общества, а практически, там, через государство, да, понимаешь, как говорится. И вот этот момент очень тонкий. Вот ты сейчас уходишь в другую сторону, понимаешь, как, какой вопрос по этому? У нее было явно выраженное направление мысли о том, что, интересно, особенно, что Левитов внутри их 48 городов, 6 городов, совершенно особенно. Зачем надо, зачем надо было пристегивать туда 6 городов, чем на самом деле публике? В этом была идея. А ты, насколько я помню, вопрос о том, что если ты неумышленное убийство, да, делал, там, насколько я помню, что процедура нам была доказать, что ты был неумышленным, да? И это реально, там, случайность, да? Это не убийца, там, закоренелый маньяк и так далее, да? Говорят, ты паром махнул на рубке... Ну, отлетел, да, отлетел. Да, да, да. Отлетел там топор при дубке кедра на Ливанских горах. Зашиб соседа, да? Это явно, например, неприемышленное убийство, правильно? Да, да. Здесь я... Здесь я... И это как бы один уровень психологии человека, который так получил. Да, он, там, скажем, недосмотрел что-то еще, он, может быть, халатный и так далее, но он не закоренелый маньяк-убийца, скажем так, да? Нет, у него просто не было каваны, он не хотел никого убивать. Да, правильно, правильно, я про это говорю, понимаешь? Поэтому говорить о том, что... Знаешь, фактически, я к чему, что это на уровне вот того, что пишется, да, там, что такое неприемышленное убийство, да, вот, как бы, мне кажется, это, как бы, вот, именно случайные вещи, которые, ну, да, не буду смотреть, да, не... Подожди, ну, я, я... Это не очень тебя понимаю. Я... Я просто... Это, я просто... Я просто думаю, это потому, что, опять-таки, люди, отличающиеся от основной массы, да, есть, которые, там, случайно, ну, там, скажем так, так сложилось, там, здоровье, еще что-то, понимаешь? Это один вариант. А когда народ начинает осознанно своим выбором отличаться, да, условно, это немножко другой вариант. Ты сейчас опять ведешь нас в гомосексуализм, это такая идея. А, неважно, я не объявляю, как я им. Причем здесь это? Ну, речь идет про то, что люди, которые... Почему вообще они должны были там столько времени сидеть? Среди прочего, наверное, вы мучились какими-то вопросами, как это произошло, почему это произошло, зачем это со мной произошло. Это такое странное население. Почему они должны быть вместе с левитами? А, потому что, я помню, еще и функции левитов, и, скажем так, посвящать народ, да, и в Торе, и поднимать народ выше, это как бы их обучих функций. Согласен? А, среди прочих... Посвятание посвящих. Давай, это может быть такое, но как бы мы сейчас... Она дала, понятно же, как бы она привела некоторую штуку, которая из этого. Мне казалось, что это более-менее совпадает. Не-не, ну, я просто к тому, что здесь довольно много натяжек сделано, понимаешь? Ну, так она захотела продиктовать, но кажется, натянута, скажем так. Ну, вы знаете, ее логика, она простая, левиты могли сказать, мы этого не хотим. Зачем нам такой... Зачем нам... А вот это вот, вот она натяжка. Вот она натяжка, понимаешь? Желевиты, кроме всего прочего, как ты помнишь, то, что, скажем так, играть на инструментах в мешкании там, да, или в храме, еще должны были ходить и поднимать уровень народа, так скажем. Что тут поднимать уровень народа и жить рядом с преступником? Ну, объясни мне. Ну, при чем тут поднимали... Вы знаете, музыкальные инструменты... Мажно пару слов. Да, пожалуйста. Да, бесконечная тема, просто действительно не то, что натянута, по-моему, вообще некорректное сравнение там женщина-это писательница сделала, ставить левитов рядом с особой группой людей, неважно умышленных, неумышленных убийц и так далее. Почему они должны жить? Во-первых, некорректно поставлен вопрос. А где они должны жить? Израиль – маленькая страна. Куда их? В Сирию, в Ливан или в Антарктиду? Куда их? Это во-первых. Во-вторых, все натянуто у этой девушки. Я вообще не понял, о чем она писала и какую идею она вообще выразила. Понимаешь, в принципе, Андрей прав, потому что это все решается на государственном уровне, а не на личном, как в случае пожертвований Коэном, допустим, или Ливитом. Это государственная политика должна быть. Это воспитание, это образование, как относиться к людям с особыми потребностями, к людям, отличающимся, сексуальной ориентацией и так далее. На личном уровне это не решается. И пример этому, правильно Аня, по-моему, говорил до этого или кто, понимаешь, раньше это вообще был диагноз, совершенно понятный для всех. Это болезнь, это диагноз. Сейчас это все кардинально поменялось, это все нормально, более того, нормальное начинает ощущать себя ненормальным. И все это благодаря государственной... Нас это уводит в другую сторону. Я согласен. Извини, я тогда не понимаю, о чем мы говорим. Это лекция, которую нужно прослушать и все, или можно... Нет, 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 послушай, выразить мнение. Ради Бога, я с удовольствием слушаю, но просто я говорю, что в этой статье не обсуждался вопрос, что такое гомосексуализм, нормальное или ненормальное. Я сейчас не склонен это обсуждать. Это не тема. А что там вообще обсуждалось? Это, по-моему, ты сказал, как-то она ставит вопрос ребром, почему вот эти две, как бы, особые группы, левиты и там убийцы в данном случае должны жить вместе. А почему бы и нет? А где им жить? И как? Если не вместе? Где? Ну, хорошо. То есть вопрос совершенно некорректный. Я вообще не знаю, что она хотела сказать этой статье. Почему? Она хотела сказать, я не хочу, как бы, ее защищать. Тем более, мы все это прочитали. Если это непонятно... Причем здесь защищать? Ну, не надо защищать. Я просто высказал свое мнение, что она не точка зрения. Нет проблем. Это вопрос простой. Почему? Почему левитам, почему левитам обязывалось среди их, то, что они получили в наследство 48 городов, почему 6 городов были с проблематичным населением? Зачем надо было давать левитам? Все. Простая вещь. Она попыталась из этого сделать некоторый вывод, который показывает, как, каким образом должно действовать наше сообщество в наши дни. Вот все, такая идея. Ну и как? Вот ты можешь мне в двух слов сказать, я не услышал, как общество должно в наши дни действовать? Я тебе скажу. Есть... Я не специалист, я не работаю в этой области, на то, что происходит вокруг меня. Я вижу. Во-первых... Надо быть специалистом. Скажи, что ты услышал. Я тебе скажу. Я тебе скажу. В классах, где учатся дети. Например, в районе, где живут люди, да, рядом с ними хотят государство, хочет организовать место, в котором живут специфические люди, скажем так. Люди, люди, которые отличаются от остальных. Эти жители, они подают апелляцию. Их можно понять и эту сторону, и эту сторону. Она пыталась провести линию о том, что правильное поведение, это, несмотря на то, что тебе может быть непринятно, да, принимать этих людей. Все это такая идея. Все понятно. Это ты, я как раз понял. Это все красивые слова. Это такая идея. У нас на улице, послушай, на улицах израильских городов ты видишь, когда людей, которые по внешнему выражению видно, то что раньше назывались слабоумные, правильно? Теперь это называется люди с ограниченными возможностями, или как ты еще как-то называл. Видно? Но они реально едут с тобой в автобус, они ходят с тобой. Мне-то не надо это объяснять. Я с ними работаю, и ты мне объясняешь. Вот так, так ты тем более... Я понимаю, я же не про это говорю, понимаешь? Мы говорим совершенно про другого. Понимаешь? Что в наше время девушка живет, по-моему, в Израиле, правильно? Что она конкретно предлагает? Если не рядом с этим, или рядом с другим поселением сделать такое общежитие, там, или... Она реально рассматривает... ситуацию, когда колено левитов не подавало апелляцию, не возражало против того, что у них среди их городов будут города с проблематичным населением. В отличие от тех исков и тех судей, и тех апелляций, которые подаются в суд, когда у людей похожая ситуация. Вот все, что она говорила. Что тут непонятного? Но мы циклимся, как бы, нет? Вопрос в том, что девушка как бы смешала всех в одну кучу. Я, кажется, поняла, что она хотела сказать. Но ошибка тут ее, скорее всего, в том, что левиты действительно, они были образованными людьми. Со спорными людьми рядом должны жить люди более проницательные и более образованные, чтобы за ними приглядывать и поднимать их морально. Это была их обязанность. Поэтому к левитам их... Она говорит... Мне... Послушай, мне кажется, что она говорила про другой уровень. Она не говорила про уровень поднятия. Она говорила про уровень сосуществования, о том, что люди, в принципе, готовы жить с теми, которые не похожи на тебя, которые могут тебе, во всяком случае, на начальном уровне создать моральный дискомфорт. Веча была про это. Не про поднятия. Мне кажется, она задает вопрос, если левиты с ними жили, почему мы не можем жить? Я вот объясняю, почему не можем. Потому что левиты были самыми образованными на то время. Мне кажется, она ставит вопрос так, если левиты могли с ними жить, почему мы все подаем апелляции и не хотим с ними жить? Но она не учитывает того, что были левиты обязаны этого делать. И они должны были присматривать мне кажется, все-таки общее направление в обществе, что общество старается принять к себе, принять нормальные классы, нормальное жилье. Люди живут, я знаю, у нас так как бы вот у знакомых просто есть сколько-то есть дети, которые, ну, видимо, у них есть какие-то диагностики. Они могут, они не ходят в нормальные заведения. Тем не менее, они живут в нормальных районах. Видимо, с ними столкнутся. Здесь просто два класса людей смешанных, понимаешь, это вызывает. С одной стороны, мы говорим о, скажем так, люди ограниченные по физическим параметрам, какие-то причины зависящие. А другой класс людей, которые называется, это результат их осознанного выбора, да? И вот... Она не говорит, она не говорит, мы сейчас не говорим про гомосексуалисты, но не говорим... Что это не только гомосексуалисты? Ну, а что? Ну, а что еще? Понимаешь? Ну, что значит особо... Воры угры... Воры угры... Возьми болезнь дауна, возьми болезнь дауна, самая простая вещь. Это надо... Да, это туда. Вы все время как бы тянете... Послушай, ну вы все время тянете в область опять... Я тебе говорил, я не хочу сейчас заниматься гомосексуализмом. Абсолютно. Она тоже... Стой, не гомосексуализм. Сейчас, понимаешь, вот из ее статьи спокойно можно услышать, что человек, скажем, условно, с альтернативной линии поведения, да, причем осознанно выбрана альтернативная линия поведения, имеет те же самые права, да, жить там, рядом в любом квартале. Давай так. Это взрослый человек... Она не про это говорила. Ну послушай, мы просто помню сейчас, честно говоря, мы тратим просто дикое количество времени на... мешая всем. Она не говорила про никакое осознанное поведение. Она говорила про людей, которые, как я понимаю, прежде всего отличаются, отличаются по какой-то диагностике психологической, по диагностике врачебной. Прежде всего про это. А не про людей, которые... Ты говоришь, осознанно выбрали. Что осознанно выбрали? Голыми ходить. Она же не говорит, что у нас тут нудисты появились в районе, мы должны с ними жить. Это не про это. И это не является сейчас проблематикой. Еще раз, она исходит из реальной действительности. Есть, существуют, даются апелляции в суды от жителей районов, которые не хотят, чтобы у них были такие дома. Вот и все. Реально. Еще раз, а кто должен в этих домах жить тогда, извини на правду? Я не понял. Что, что? То есть, в этих домах кто должен жить в таком случае? Тогда они вообще были непонятны. Ну, то есть, если люди... Если бы считать, что это люди, которые с откламениями, которые требуют медицинского... Ну, конечно, люди, с которыми психологически они являют... У них есть диагностика, они отличаются от нормальных людей. Она поснимает вопрос, что такое вообще норма? Это уводит нас в другую сторону. Слушай, подожди, я хочу просто спросить. То есть, грубо говоря, еще где-то то, что вот в Москве есть такое место, как Каченко, например, да? Это практически аналог Каченко, да? Если так, то это, наверное, да. А если это... Смотри, есть психолог... Или не об этом? Нет, я думаю, что она говорила не про это. Есть различные уровни, опять же, это должен быть говорить специалист. Но я... То, что я знаю, есть закрытый психологический... псих... Там, как по-русски называются, психдиспансеры. Заведения, куда людей не выпускают. Но есть люди, есть люди, у которых, видимо, видимо, у них более легкая форма. Эти люди, люди, которые, да, могут жить в обществе. Я знаю пример. У нас у знакомых такой взрослый уже сын, который, да, живет. И он живет, живет в нормальном районе с нормальными соседями, а не в каком-то огороженном колючей проволокой или забором, куда он не может выходить. Об этом идет разговор. А, ну, давай, окей, я и понял. То есть, на самом деле, просто мне было понятно, о комде-то. Окей. Ну, хорошо. Мы на этом можем подвести некоторый итог. Окей. Мне было приятно всех видеть, всех, кто участвовал. Ну, если будет желание, мы продолжим наши встречи и в следующий раз. Хорошо? Всем счастливо. Пока. Спасибо большое. На самом деле, очень интересно было. Да, хорошо. А по каким дням мы будем это делать? Жень, ты знаешь, что эта идея такая. Идея по вот этим дням. Сегодня у нас Йом Шини, правильно? Да. Нет, сегодня Йом не Шини, сегодня Йом... Да, Йом Шини, смотри, по идее, это день, когда были занятия Рава Хаскина. Значит, у нас проводятся сейчас конференции, и они за день до этого, вот эти вот встречи с Гришей, они будут продолжаться на протяжении нескольких недель, Рава Хаскина в эти дни не будет. Я заполняю эту дырку. Что будет дальше, посмотрим. Но пока что по Йом Шини, 8 часов. Хорошо? Понятно. Хорошо. Все, всем счастливо, пока. Макер, спасибо.